Всем привет! Прошлый ролик вам так зашел, что нужные 250 тысяч лайков вы набрали в первый же день его выхода. А сейчас там больше 350. Поэтому я сразу же решил снять ролик из рубрики, в которой мы повторяем уличную еду разных стран. Поехали! Первое это национальное немецкое блюдо, которое очень часто можно увидеть на улицах Германии. И называется оно Baumküchen. Смысл в чем? Огромные железные валики накручивают на себя тесто. Затем сверху оно пропекается. Варится специальная глазурь или шоколад и покрывается сверху. Все это нарезается на куски и получаются готовые пироги, которые очень похожи на срез дерева. Отсюда и название Baum-дерево-Küchen-Pirog. Попытаемся все это повторить дома. Начнем с теста. Для него берем аж 8 яиц. И разбиваем в миску. Чтобы не искать бутылку, отделяем желтки от белков просто руками. Если все делать аккуратно, то это еще проще. Миксером взбиваем сначала белки. Когда они начинают пениться, открываем сахар. И всыпаем 100 грамм. Взбиваем еще пару минут до пиков. Берем масло. Нам нужно 250 грамм. Распечатываем его. И бросаем к желткам. Туда же 100 грамм сахара. Пару капель ванильного экстракта. И все это перемешиваем до однородной массы. Открываем разрыхлитель. И добавляем 11 грамм. Отмеряем 250 грамм муки. Высыпаем. Туда же 125 грамм кукурузного крахмала. И какой-нибудь лопаткой все это перемешиваем. Получается по сути песочное тесто. Но остается добавить частями наши взбитые белки. Аккуратно вмешать. И теперь это абсолютно другое тесто. Выливаем пятую часть на противень, простеленный пергаментом. И разравниваем. Чтоб везде был одинаковый слой. Ставим подверг духовки при 230 градусах. Ровно на 7 минут. Достаем его. Открываем любой джем или варенье. И смазываем только часть нашего коржа. С помощью какой-нибудь трубочки накручиваем еще горячий корж. Делаем еще один корж. Его уже смазываем вареньем полностью. И тоже накручиваем. Так продолжаем пока все тесто не закончится. Даем всему этому свертку остыть. Вытаскиваем трубку. Обрезаем неровные края. И теперь пополам. У нас будет два пирога. Ставим их на пергамент. Зажигаем плиту. Ставим сотейник на маленький огонь. Ломаем туда плитку белого шоколада. И постоянно помешивая кисточкой, растапливаем. Покрываем один пирог белым шоколадом. Главное смазывать снизу вверх. Тогда текстура будет похожа на дерево. То же самое нужно повторить и с молочным шоколадом. И делаем пару мазков горизонтально по белому шоколаду. Чтобы у нас получилось как бы полено от березы. Все, баумкюхен готов. Можно отрезать кусочек. Получается такой бисквитный пирог. Но выглядит он очень прикольно. Следующий вид уличной еды можно встретить на улицах многих стран. Но родом он из Мексики. Это кисадилья. Делается она в тортилле и имеет огромное разнообразие начинок. В отличии от Ака, есть ее гораздо удобнее. Итак, приступим. Берем репчатый лук. Чистим. И нарезаем полукольцами. В много раз складываем в руке зеленый лук. И удобно его нарезаем. Бросаем на сковородку обжариваться лук. Наверное, один из главных ингредиентов это говяжий фарш. Открываем его. И примерно половину от этого фарша отправляем обжариваться на сковородку. Когда он потерял розовый цвет, открываем фасоль в томате. И пол банки выливаем на сковородку. Также открываем кукурузу. И высыпаем всю маленькую баночку. Кетчуп. Паприка. Табаско для остроты. И замешиваем. Теперь можно подсолить. Хорошо все это упариваем, пока оно не загустеет. Посыпаем зеленым луком. Перемешиваем. И начинка готова. Открываем тортильи. И отправляем на сковородку. На нее идет наша начинка. Распределяем ее по половине тортильи. Также натираем любой твердый сыр. И не жалея посыпаем сверху. Загибаем вторую половину тортильи. И переворачиваем. Даем растопиться сыру буквально 20 секунд. И можно все это снимать. Для того, чтобы есть было удобнее, разрезаем пополам. Это очень вкусная остросырная штука. С хрустящей тортильей из двух сторон. Съесть такое, идя по какому-нибудь туристическому городу в самый раз. Но не сейчас. Осталось последнее блюдо уличной кухни. Это паста родом из Италии. Главное это то, как они это делают. Нагревают коньяк. Выливают его в целую головку сыра. И поджигают. Сыр оплавляется. И они забрасывают туда горячие макароны со сливками. Все это перемешивают. И она готова. Используются разные виды пасты. И в некоторых точках стритфуда еще добавляют разные топпинги сверху. Мы сделаем пасту сами. На стол переворачиваем 150 грамм муки. Пальцем делаем кратер. Разбиваем всего одно яйцо. Присаливаем. И вилкой начинаем его замешивать с мукой. Вливаем 30 миллилитров чистой воды. Дальше замешиваем руками. Пока не получим идеально вымешанное однородное тесто. Этого теста хватает на 2 порции пасты. Кладем его на пищевую пленку. Накрываем. Отрезаем. И заворачиваем. Даем полежать 20 минут и оно стало еще податливее. Для этого рецепта мы купили вот такую лапшерезку. Она максимально все упрощает. Для удобства работы прикрепим ее к столу. Теперь тесто распластываем руками. И прокатываем через валики лапшерезки. Складываем тесто в 2 раза. Еще раз прокатываем. Еще раз складываем. Пока не получится ровный пласт теста. И начинаем прокатывать его уменьшая расстояние между валиками. В итоге должен получиться вот такой полутораметровый тонкий пласт. Разрезаем его пополам. Складываем его в 2 раза. И еще пополам. Получается 4 ровных отрезка теста. Переставляем ручку, чтобы теперь тесто нарезать. Пропускаем через вторую насадку и получаем спагетти. Которые переносим на досточку. И отправляем их в кипящую подсоленную воду. Перемешиваем, чтобы не слиплись. И когда они готовы, через дуршлаг все это сливаем. Отправляем на сковородку. Заливаем сливками. Солим. Перчим. И перемешиваем. Пока оставляем макароны и переходим к самому интересному. Мы купили целую 9-килограммовую головку сыра. Освобождаем его от пленки. С помощью кулинарного кольца выдавливаем отверстие посередине. Делаем на нем крестик. И вытаскиваем куски сыра. Под небольшим углом с помощью ножа проходимся по кругу. Чтобы потом наши макароны не вывалились. Берем какой-нибудь коньяк. Открываем его. И отмеряем одну рюмку. Переливаем ее внутрь сыра. И поджигаем. Когда коньяк прогорел, забрасываем наши горячие макароны со сливками. Чтобы сыра мешалось еще больше, проходимся теркой по краям. И все это перемешиваем. Получилась максимально сырная и сливочная паста. Перекладываем ее на тарелку. В качестве топинга обжариваем на сковородке пару кусочков бекона. Затем нарезаем. И посыпаем сверху. Есть это блюдо нужно еще горячим. А с топингом оно еще вкуснее. Мне кажется, что купить такую пасту можно уже за то, как красиво она готовится. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. Если вы в прошлый раз набрали 250 тысяч лайков так легко, то в этот раз попытайтесь набрать 300 тысяч за день. И тогда мы продолжаем эту рубрику. Также пишите, что хотите увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал и на инстаграм. Там я показываю, как все это снимается за кадром. Всем пока. Вот это я настроил систему. Субтитры сделал DimaTorzok